Для Казанского Зенита, завоевавшего Кубок и Супер Кубок России, а также серебро чемпионата страны и Лиги чемпионов, прошедший сезон 18-19, тем не менее, нельзя признать успешным. В первой части большого интервью главный тренер Зенита Владимир Олеговна подвел итоги прошедшего сезона и поделился мнением о причинах поражений. Во второй части разговора вы узнаете об изменениях в игровом и тренерском составах и для чего они просто необходимы команде. В следующий год же было пояснение. У меня есть контракт, контракт подписанный под должностью главный тренер. Он как ассистент, это согласовано с президентом, согласовано доверие ему больше. Но, еще раз говорю, у меня контракт главного тренера, это все будет подконтрольно. Поражение же всегда мотиватор прогресса. На это может быть со стороны нужно посмотреть, то что я и сделаю. Может быть, свежесть методы, ну, такой он же, знаете, более демократичен. Огромная мотивация, желание доказать, что он, значит, на правильном пути как тренер. У него все предпосылки стать хорошим и сильным тренером. Все это у него есть. Говорим о молодых кадрах. Но вот если мы этого не будем делать, они сами не рождают как игрок, так и тренер. Больше на него будет еще возложена нагрузка нашей команды Академии. Молодежь, которую он полностью будет выходные проводить, как я, дома он не будет. Но у него огромная мотивация. Я вижу в нем тренера, почему ему нельзя доверить. Вроде бы уже все приняло решение. Приняли, значит, что полностью остановка и движется в этом направлении. Плюс его недосказанность в большом спорте, я имею в виду сейчас сборной, все-таки не покидает его мысль Олимпиады. Я думаю, что еще больше на это решение сам Львов повлиял. Также с ним в конце переговорил. Сказал, что в любом состоянии будут вратить вид сборной. Поэтому на сегодняшний день принято решение, что до января полностью тренера. А потом мы будем смотреть. Они говорят, ты сам себя послушай. Конечно, если у нас молодежь, это не будет два либера справляться. А он там задумается о Олимпиаде. Здесь Зениту-то хорошо будет, если он поможет нам в плей-у. Но ему теперь уже та ситуация и тот возраст. Ему самому себя, не нас надо слушать. Это же сыграть, к этому готовиться нужно. Для него не играть тяжело. Это тренироваться к этому. Каждый день нужно приходить в зал и работать. Поэтому этот ответ мы получим ближе к этому и будем смотреть. Во-первых, а в его готовности, б в необходимости. Леон, несобственность наша. И Бол, была несобственность. И Михайлова, 32. И если мы не воспитаем еще раз Кобзаря, Политаева, может быть не так быстро, не так это все гладко. Будем пытаться, идея выстроена, вы знаете ее. Некая система, пирамида этого воспитания. Посмотрим, что из этого выйдет. Тяжело идет финансирование этих команд. Руководство клуба делает все, чтобы они были на плаву. И там молодежь сегодня. И Сурмачевский сегодня в составе. Олег на составе. Вот, Кононов в составе команды. И вот это даже тройка. Это огромнейший, сильный, огромнейший результат. Это ради вот даже троих, за которые бы помогали. Это уже нужно содержать команду. Вот на Вербово тоже будет возложена эта нагрузка, отбор этой молодежи, контроль этой молодежи. По мере возможностей, естественно. Сергей, вот как раз его переведем, так как определили, что Академия несет важное звено в нашей системе. И мы решили все-таки поставить туда опытного тренера, который много лет был в системе первой команды, который перенесет этот опыт первой команды и систему работы туда. Тот сектор Академии требует более опытного тренера. Да, он будет гладен. Максимов, молодой, будет здесь, у Вербова, скажем так. И штаб остался весь. Единственное, что подписав контракт с нами, нового руководства пошло на встречу. Павел Гребцов. С пониманием, потому что вся семья у него в Москве. Нашел вариант футбола ЦСКА. Мы его отпустили, он попросился и отпросился. Тоже понятно, идет как второй диагональный парень рабочий, который сыграл чемпионат в составе с игровым опытом. Сейчас в сборной Воронков один из самых перспективных игроков сегодня на рынке. Вижу в нем будущее. Каждый год говорю об этом, что не я определяю первый или второй состав. Будем надеяться, что первая помощь или вообще конкурента Максиму, помощь Максиму Михайлову или конкурентоспособные двоим. Сегодня его показатели индивидуальные. Что-то чуть отличается от того же Волкова с факелом. На блоке отличается. Волков тут явно там. Остальное прием, атака, где-то подача. Вот молодой, это плюс амбициозный. Будем надеяться, как Спиридонов сказал, что я стоял год и отхлопал в ладоши. Не хлопал в ладоши, поверь мне, я хочу не меньше, чем ты. Все замылилось. Я считаю, вот это все движение, все перемены должно быть так. Мы слишком долго на лаврах результата и думали всегда, что у нас будет всегда Леон. У нас думали, что всегда легко. Нет, сейчас нужно сделать эту ротацию. Все это должно быть для прогресса. Сделать анализ, что мы теперь не самые сильные. Что с нами возможно играть и нас обыгрывать. И мы сейчас должны думать, как противостоять этому. Нам всем пожелать на будущее. Мы находимся не в лучшей, поверьте, не в лучшей ситуации. Я сейчас говорю о волейболе в целом. Все тяжелее, тяжелее на существовании. У меня есть и просьба. Нам совместно в ближайшее время нужно помочь волейболу. Я понимаю, что вам больше нужна информация, допуск может быть. Значит, будем стараться, чтобы это было все совместно. Но все-таки совместно еще шаг вперед. Волейболу нужно помочь. Уважаемые болельщики, спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на СТВ. СТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...